По статистике, наибольшее число пожаров происходит в жилом секторе. Основная причина – человеческий фактор. Одна ошибка и печальный финал неизбежен. На 30 сентября у нас в республике произошло 3035 пожаров, что на 86 случаев ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В огне погибло 221 человек. Травмировано 208 человек. Значительно уменьшился показатель гибели детей при пожарах. Так, если в этом году у нас погибло 7 человек, то в прошлом году на 30 сентября у нас была допущена гибель 17 детей. Рост пожаров у нас зарегистрирован на сегодняшний день на транспортных средствах на 10,5%. А увеличение числа пожаров произошло по таким причинам, как нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, детская шалость с огнем. Специалисты пожарной безопасности проводят проверки профилактические мероприятия в учебных заведениях, жилых домах и других зданиях. Сейчас требования к образовательным учреждениям иные. Каждое подобное здание должно иметь современные противопожарные системы. У нас произошло три возгорания в образовательных учреждениях. Небольших возгораний. Но почему они небольшие? Да потому что система пожарной автоматики сработала в мгновение. И данный сигнал уже даже был выведен на пульт пожарной части. То есть даже если охранник уснул, то у нас сейчас требование вывода сигнала на пульт пожарного подразделения, где видит диспетчер, видит уже даже в каком помещении, что там дым или уже открытое пламя. Специалисты МЧС в жилых домах, имеющие печное отопление, рекомендуют топить печь 2-3 раза в день в течение часа, нежели один раз в длительное время. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода. Следует не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. Также с наступлением носовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, а следовательно и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара.